МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украина, Украина и Украина. Если вы для разнообразия все-таки переключите на канал Россия-24, вы увидите, что в Астрахани обрушился дом, и людей пытаются спасать из-под завалов. Две России, две разные жизни, действительности. Россия-24 мало кто смотрит, поэтому там можно ее показывать. По России-1 вам предлагается только Украина. Вчера мы услышали еще одну историю. Она истекла из прокремлевского телеграм-канала о том, что Владимир Зеленский не едет в Израиль, потому что Израиль возмущен тем докладом, который предоставил этому Израилю служба его собственной разведки. И в этом докладе говорится о том, что Украина в таких масштабах продает оружие террористам, боевикам Хамаса, что мама не горюй, что какой может быть тот официальный визит. Мы сегодня будем говорить, откуда ноги растут. У нас готовится сюжет у этих слухов. Но сначала спросим наших экспертов. Григорий Тамар с нами на связи из Израиля. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Григорий, вот скажите, есть ли дым без огня? Бывает ли такой дым без всякого огня? Ну, во-первых, я сразу задам вопрос, мне просто интересно. Речь идет об оружии украинского производства или о западном оружии, которое предоставлялось Украине в качестве военной помощи и попало по версии Кремля террористам Хамаса. Я просто уточняю. Конечно, о западном, конечно, о западном, естественно. Ровно поэтому, я уж продолжаю цитировать этот фейк, ровно поэтому Ермак тоже напряженно выслушал этот доклад, в котором ему объяснили, почему Америка не будет больше предоставлять пока что замораживать военную помощь Украине. Дело в том, что, просто для тех, кто не в курсе, оружие, которое производится на Западе и в Израиле и в других странах, которые соответствуют западным стандартам, ну, например, в таких странах, как Южная Корея, отчасти Турция, Япония, там существует четкая маркировка и проследить судьбу этого оружия и путь после его выпуска на заводе для соответствующих структур не составляет никакого труда. Если бы на сегодняшний день израильтяне имели бы доказательства, что это оружие попало к хамасовцам из Украины, то был бы невероятный скандал. Умолчать это невозможно, учитывая уровень прозрачности израильского общества, даже чрезмерный. Он более прозрачен в этих вопросах, чем мне бы хотелось. Теперь, что касается оружия, которое использовал Хамас. Знаете, просто в Кремле они веселые ребята, конечно, но очень безграмотные. Я просто объясню сейчас ситуацию. Во-первых, израильские войска были потрясены количеством оружия заводского производства, которое оказалось в руках Хамаса. Основные страны производителей этого оружия это Китай, это Турция, это Северная Корея, это Иран, и это Российская Федерация. То есть, хороший вопрос, откуда оно у украинцев? Разве что то, которое они отобрали в ходе боевых действий у Российской Федерации. Кстати, я, между прочим, смотрите, я допускаю, что в любом месте могут быть подонки. Чисто теоретически предположить, что был какой-то коррупированный офицер, который из украинской армии часть трофейного оружия перепродал Хамасу, но чисто на уровне курьеза такое возможно. Но, как мы с вами понимаем, в таком случае ответственность за подобное действие несет не государство Украина, как политическое образование, а конкретный коррумпированный офицер. При этом я сейчас говорю, это как некое условное допущение, как вы понимаете. Так вот, когда израильские офицеры начали анализировать, собственно, вот этот объем трофейного оружия, а там в результате одного боя был захвачен склад, там было 700 гранатометов, новеньких гранатометов в заводской смазке иранского производства, противотанковых ракет, на плечи. Так что, когда израильтяне начали анализировать это, они были потрясены, то есть количество вот этого заводского оружия. Почему? Потому что газа, в общем-то, она находится в достаточно жесткой блокаде. То есть, ну, чисто теоретически остается возможность с моря, что-то там, чтобы просочилось, хотя израильский флот жестко блокирует, ну, скажем так, на 90 процентов. И остается вопрос туннелей, которые контрабандой связывают территорию Египта с газой. Дело в том, что последние годы египетские военные коллеги израильтян предпринимали также усилия, достаточно концентрированные на том, чтобы свести к минимуму подобную контрабанду. Конечно, ее невозможно было тоже до нуля довести. Понятно, что там она оставалась в каком-то объеме, но тоже с этим были проблемы у Хамаса. Значит, вариантов тут два. Либо все-таки вот этот ручеек, который с моря и с египетской территории просачивался, он был не настолько маленьким, как хотелось бы израильтянам, а либо мы, и скорее всего, то, что произошло, тот объем контрабанды, который осуществлялся в первые годы власти Хамаса, он был настолько огромным, что это позволило хамасовцам нарастить колоссальный потенциал, который, в общем-то, они использовали все вот эти 18. То есть, там, в первые годы становления, в десятых годах, сколько мы говорим, потому что они находятся у власти с 2007 года. Теперь, соответственно, соответственно, когда это все происходило, да, это происходило задолго до, например, крымских событий. То есть, сейчас разбираться, кто там за этим, за чем стоял, наверное, довольно сложно будет, хотя израильтяне, я уверен, найдут ответы и на эти вопросы. Но, тем не менее, как мы с вами понимаем, ни о какой военной помощи Украине до крымских событий речь идти не могла. А вот российские ракеты «Корнет» там как раз-таки присутствуют, так же, как они присутствуют у и Хизбаллы. И у Хизбаллы, да. И то, что Хизбалла применяла в 2006 году во время Второй Ливанской войны, это официальный факт, который был озвучен в качестве жалобы израильскими соответствующими органами, своим российским коллегам по завершению кампании 2006 года. Так что, все эти разговоры, это все настолько высосано из пальца и настолько поставлено с ног на голову, как, в принципе, умеют и любят делать в подвалах Лубянка. Все-таки Лубянка. А звучит в самом Израиле, вот эта тема звучит, тема звучит, что все-таки есть какие-то, какое-то недовольство или подозрение именно Украины, что она способствовала этой организации с получением оружия или там как-то контрабандно его поставляла. Или ее нет вообще? Или это нарратив в чистом виде кремлевский, вот в этих телеканалах? Я об этой теме узнал от вас. Я узнал об этой теме от вас. А вот то, что след Кремля в атаке 7 октября прослеживается, вот эта тема, она педалируется израильскими СМИ все больше и больше. И если в первые дни об этом не говорили, то поскольку накапливалась информация самая различная, то, в общем-то, стали стали задавать вопросы. Есть знаменитая история, когда в интервью одному из российских каналов один из израильских депутатов НЕС, это парламента нашего, на английском языке в очень эмоциональной форме, я, к сожалению, не помню сейчас имя этого депутата, однако он в очень, это был религиозный человек в вязаной экипе, в вязаной эрмолке, он в очень эмоциональной форме высказал российскому журналисту претензии и сказал, что Израиль найдет возможность призывать к ответу Российскую Федерацию за последовательную поддержку Хамаса, который, как мы с вами знаем, совершил фашистское нападение на нашу страну и спровоцировал. Григорий, спасибо вам за этот комментарий. Я сейчас обращусь к эксперту из Украины, Михаил Притула. Позже мы продолжим тоже разговор с Григорием. Все-таки интересна причина отмены визита Владимира Зеленского. Он вроде собирался, потом еще раз собирался. Но сначала давайте оружие. Вот что, Михаил, что вам известно? Вы эти слухи, наверное, или может быть для вас это тоже новость, что Украина кем-то якобы обвиняется и в каких-то докладах фигурирует в том, что она Хамасу это оружие каким-то образом поставляла. Или это совсем совсем чепуха? Это нонсенс, потому что, ну а как физически Украина могла бы поставлять оружие Хамасу? Вот Черноморский флот великий, могучий Черноморский флот великой, могучей России перекрыл полностью даже зерновые коридоры в Черном море. Простите, как будет Украина поставлять Хамасу обещанное России оружие? Через страны НАТО это как бы все контролируется. То есть тут вот не вязать То есть даже если захочешь их снабдить не получится? Ну вот как-то не получится без ведома России. А вот Россия вполне могла поставлять Хамасу оружие. У нее были все возможности. И суда через Босфор ходили, в том числе там суголрузы большие, балкеры. То есть все возможности есть. А у Украины таких возможностей к сожалению вот не было. Даже если бы очень хотелось. Поэтому вот этот нарратив российский это абсолютно старая песня направленная на то, чтобы поссорить украинские еврейские народы. Все-таки стравить. Но вы его слышите, да? Он звучит, он просачивается. Вы знаете о том, что он существует, этот мотив. Россия, Москва всегда ссорила украинцев и евреев. Это же изначально древняя такая тактика, которой им уже сотни лет. Это понятно, это шлипло белыми нитками. Всегда. Ну, начиная там с того, как руководители отрядов еврейской самообороны Шимона Петлюра сделали самым большим антисемитом в Украине. Человека, который сделал там, ну, практически еврейскую автономию в Украине и выпустил деньги с надписью на «Видишь». Понимаете? То есть, вот этот самый большой антисемит. Вот российские спецоперации, они всегда направлены на то, чтобы столкнуть еврейский и украинский народ. Это то, чего больше всего боится Москва, это единство этих наших народов, потому что это народы, которые жили на территории Украины и всегда очень не любили власть Москвы. Вот так вот, скажем так. Это тот же самый народ, который вечно идет с Москвы. Ничего нового. Спасибо, Михаил. И я все-таки вернусь к вопросу о визитах Зеленского, которых до сих пор не было. Пригорь, ну вот человек хочет приехать поддержать, а что тут не получается никак приехать и поддержать? А почему в таком случае? Вот в Кремлевске СМИ объясняют это тем, что Израиль обижен на него из-за этих поставок. Мы с вами только что вычислили, что это ерунда на постном масле. А что ж тогда? Смотрите, отношения между Украиной и Израилем вообще довольно сложные. И особенно они сложные в формате вот этой войны, вот этих войн, я бы даже сказал. Уже это не одна война, а две. Потому что с одной стороны есть война, которая является результатом российской агрессии против Украины, а с другой стороны есть война, которая является результатом фашистской организации Хамас против нашей страны. Так что уже мы о нескольких войнах говорим. Значит, с одной стороны у нас, у власти находится человек последние 15 лет почти что без перерыва, который гордился своими так называемыми особыми отношениями с Путиным и проводил некую политическую парадигму, которая говорила о том, что вот с Москвой надо найти возможность договариваться и действительно когда Путин пришел к власти, еще на самом деле знаете, чтобы огульно не обвинять Натаньяо, я вам хочу сказать, что еще премьер-министр, который был до него при Ольмерте, начались так называемые особые отношения с Москвой. Это был 2005 год, визит Путина в Израиль и вот потепление отношений и так далее. И попытка дрессировать московского медведя, ну, я думаю, что у украинцев можно спросить, чем это обычно заканчивается, но в данном случае и израильтяне, я думаю, что если так, посмотреть правде в глаза, имеют скорее отрицательный опыт, чем положительный, потому что, как я уже сказал вам ранее, 2005 год потепления отношений, а 2006 год современные ракеты Корнет стреляли по израильским танкам в Ливане, хотя Россия гарантировала непередачу к террористическим организациям, а Хизбалайта террористическая организация. Поэтому отношения развивались между Россией и Израилем довольно сложно, и Израиль находился все-таки в иллюзиях, что из-за определенных интересов Москвы удается вот их контролировать. Я считаю, что это была большая ошибка, но это вот некая последовательная политика, которая придерживалась наша власть последние фактически два десятилетия. Теперь, параллельно с этим, параллельно с этим, и с Украиной у нас отношения складывались очень сложно, отчасти потому, что в украинских структурах Министерства иностранных дел осталось до сих пор много чиновников, которые формировали свое геополитическое видение еще в парадигме Советского Союза. Это не украинцы нового поколения, которые смотрят на мир отчасти западными глазами. Я говорю со знанием дела, потому что я много работал и в России, и в Украине. В Украине я, помимо всего прочего, например, тренировал ВСУ в 2015 году, поэтому я хорошо знаю общество, знаю, что такое украинцы новые, современные, молодые, которые знают европейские языки, которые смотрят в будущее через западную призму и так далее. Теперь, если все-таки отвлечься от общих фраз и вернуться к конкретике, и когда началась война, Израиль оказался в очень сложной ситуации. С одной стороны, были определенные договоренности с Россией, с другой стороны, гражданское общество в Израиле очень сильно давило на правительство для того, чтобы Украине была оказана помощь. И здесь израильское правительство и прошлое, и правительство Натаньяу, оно пыталось лавировать между такими центрами внутриполитической силы в Израиле и какими-то необходимостями внешнеполитической. В итоге оказывалась беспрецедентная гуманитарная помощь Украине, в итоге осуществлялись консультации между военными специалистами, и продолжают, насколько мне известно, осуществляться, но при этом летальное оружие не поставлялось и не поставляется. И вот на фоне этих довольно сложных отношений, когда у нас началась война, я так понимаю, что мне кажется, мое мнение, что одна из причин, почему Натаньяу не пошел на визит Зеленским, что он боялся, что будут заданы неудобные вопросы, на которые у него не совсем были актуальные ответы, и ему казалось, что лучше эту встречу отложить на тот момент, когда этот градус напряженности пойдет. Самое интересное, что мне кажется, что в конечном итоге это на руку было бы обоим странам, и вот месяц назад условия для встречи не созрели, а вот сейчас с каждым днем предпосылок для такой встречи все больше. Я сейчас поясню свою позицию, потому что все больше и больше в израильском медиапространстве накапливается информация о причастности Москвы к поддержке КАМАЗа планомерной, которая осуществлялась в последние годы очень интенсивно. Эти факты обсуждаются в израильской прессе, и отношение израильского общества к позиции Москвы в данном ключе очень сильно за этот месяц изменились. Поэтому, возможно, сейчас такой визит был бы более уместен, чем, например, месяц назад. В любом случае, давайте, так сказать, все-таки отдадим должное и Натаньяу в том плане, что первые недели после начала войны, как вы понимаете, безотносительно, как я отношусь к этому человеку лично, он был очень занят просто по службе и встречался прежде всего с теми лидерами, которые могли осуществить какую-то оказать Израилю конкретную помощь, в том числе военную, но прежде всего речь шла о двух представителях, о трех, вернее, прошу прощения, это представители США, Германии и Великобритании. Но сейчас, безусловно, мое мнение настал момент, когда Зеленский, который человек сегодня, один из наиболее уважаемых в мире, человек, который продемонстрировал приверженность западным ценностям и готовность за эти ценности платить даже своей собственной жизнью, конечно, с таким человеком настал момент, с таким лидером политическим, когда надо встретиться и обсудить вопросы, которые актуальны для Украины и для Израиля, для всего мира. Я думаю, что вообще наша с вами задача журналистов и гражданского общества и Украины, и России давить на наших политиков для того, чтобы наши политические истеблишни полностью переформатировал отношения между двумя этими странами. Я всегда за то, чтобы не оглядываться там в прошлое, его можно интерпретировать по-разному, так или иначе. А я за то, чтобы искать платформы для сотрудничества сегодня и смотреть в будущее. А возможности для сотрудничества взаимовыгодного, они бесконечны. И было бы преступно для народов обеих стран не использовать эти возможности для того, чтобы к взаимной выгоде продвигаться дальше. И основная выгода на самом деле это дружба между двумя этими народами. Так бороться, еще и бороться вместе. Вы же говорите, что новая платформа появляется? Это две жертвы фактически. Это же их начинают уже объединять больше, чем раньше. Я думаю, что вряд ли Израиль может воспринимать как жертву и Украина не выглядит как жертва. Я думаю, что речь идет о двух свободолюбивых народах, которые готовы за свой путь развития, за приверженность демократии, платить цену даже жизнями своих сынов и дочерей. И мы не жертвы, не Украина ни жертва, ни Россия. Но жертвы агрессии, конечно же, я просто не добавляю слово агрессия. Там был факт агрессии, в котором помогла, как вы считаете, Россия здесь. Россия впрямую совершила эту агрессию. Вот это то, что их объединяет, то, что вы сказали, что это то, чего раньше не было. Да, конечно, наличие общего врага. И потом, смотрите, Россия же не одинока в этом во всем. Россия не является единственным врагом. А Иран, а Китай. У нас формируются совершенно четко два лагеря. И вот это 7 октября, это была последняя точка водораздела, которая поделила мир на фактически два лагеря. И тут уже над забором, как говорится, не отсидишься. И с одной стороны у нас такие государства, которые не имеют прямого отношения к Западу, но такие государства, например, как Израиль, Южная Корея, Япония. А с другой стороны у нас фактически сформировалась сейчас ось зла. Это и Россия, и Беларусь, и Северная Корея, и Китай, и Иран. И здесь как бы тут посередине ось и совпали. Ось и совпали. Да, да. Спасибо, Григорий. И, Михаил, вам слово. Какими вам из Украины видятся причины неприезда Владимира Зеленского в Израиль? И считаете ли вы, как Григорий, что этот визит состоится? Или все-таки нет? Или все-таки продолжает что-то такое ему препятствовать этому визиту? Ну, во-первых, в Украине идет война. И Зеленский является президентом воюющей страны и целью номер один для всех сил зла, которые сидят в Москве. И мы знаем, что было несколько попыток с самого первого дня обсуждения ликвидировать нас. Поэтому каждая его поездка за рубеж это целая спецоперация. И каждая его поездка за рубеж проводится с огромными мерами безопасности. Просто фантастическими мерами безопасности. И вот поездка на Ближний Восток она, безусловно, нужна. Но, тем не менее, стоит ли рисковать в данном случае президентом воюющей страны? Я думаю, что достаточно и так контактов. Мы видим в прямом эфире, как происходят контакты. Допустим, главный Равин, Машер и ВН Асман, он постоянно общается и с президентом Зеленским, и постоянно ездит в Израиль. То есть, я уверен, что на уровне духовных лидеров контакты идут между Украиной и Израилем, и эти контакты в той или иной мере согласовывают позицию. В то же время мы должны понимать, что разведки, безусловно, знали, что Путин готовит какую-то провокацию в том плане, чтобы поджечь Ближний Восток. И в этом просто был вопрос времени. И для того, чтобы не педалировать этот вопрос, то где-то ограничивались контакты между Израилем, публичные контакты между Израилем и Украиной, с одной стороны. были какие-то ограничения по поставкам оружия, в том числе Украины, для того, чтобы не поджечь Восток, не поджечь Европу. Но Путин сделал свой ход, он перешел эту красную линию, которая негласно удерживалась. И теперь нет никаких оснований, во-первых, не делать контакты между Израилем и Украиной более тесными. И это не только контакты должны быть, я абсолютно согласен с Георием, это должно быть тесное, взаимовыгодное сотрудничество между народами, которые вместе в Украине жили множество лет, то есть столетия. Основные праведники иудаизма, они похоронены в Украине и большая часть как бы Небриев, наверное, вышла, которые живут сейчас в Израиле, и многие приехали именно из Украины по одной простой причине, потому что была зона оседлости, так называемая, Москва запрещала евреям жить в России, и евреи жили в основном в Украине, Белоруссии и Литве, то есть это исторический процесс, и мы связаны этим, мы связаны исторически, и тут видимо у нас и общее будущее, не только общие враги на сегодняшний день. Точно так же мы понимаем, что Москва помогала в свое время, в чем-то я и сам свидетелем был каких-то моментов, помогала Ирану делать его ядерную программу, помогала ракетную программу делать, помогала этому и Северная Корея, то есть вот эта ось зла, она сформулировалась, сформировалась. Насколько к этой оси зла, я бы не стал причислять, вот с экономические и политические интересы, визит к товарищу Си Байдену на сегодняшний день в Соединенные Штаты Америки, он как бы показал эти приоритеты, то что Тай все-таки более стремится к глуполярному миру и не хочет примыкать к лузерам, безусловно, которыми является Россия и ее стелли. Поэтому на сегодняшний день я бы сконцентрировал внимание на том, чтобы расширять сотрудничество без формальных визитов, тем более, когда ситуация боевая и очень напряженная и рисковать президентом, я бы не стал. Спасибо, Михаил, но мы исключили, вот наши гости исключили этот неприятный момент, раздуваемый отдельными СМИ вот этих фейков о поставках украинцев украинцами оружия. Вы знаете, я хотела бы сейчас сначала показать вам, вы увидите еще этот сюжет, мы попытались найти, откуда ноги растут у этих фейков, но сначала посмотрите, может быть, мы не самую удачную аудиторию выбрали для этого опроса, но тем не менее, что думают москвичи об отношениях Украины и Израиля? Полная неизвестность, вот, то есть у нас как бы информации точно нету, как и этот, Зеленский туда не поехал, то есть его не пригласили туда, поэтому не знаю, но вряд ли хорошее отношение. Устали уже на Западе поддерживать только Украину, сейчас внимание будет переброшено на Израиль, но в этом плане, конечно, это хорошо, пусть занимаются и Израилем, но в принципе, в принципе, ситуация особенно не изменится, поддержка продолжится и туда, и сюда, это временное явление. Мне кажется, они там друзья. Но связанность Украины с Израилем я могу только как конфликт определить, и там, и здесь, и в обоих случаях завязаны на Америке, потому что основным подстрекателем всегда является Америка, потому что им конфликт выгоден, они имеют возможность поставлять свое оружие туда и сюда. Никаких раздоров у них не будет, не будет, потому что Израиль, он занимает своеобразную позицию, вот, он даже собирался оказывать помощь, как вы знаете, Украине, но с нашей стороны им было высказано соответствующее замечание, и у нас остались добрые отношения, мы хотели бы эти отношения развивать. Я знаю, что у Израиля всегда достаточно нейтральное, опять-таки, отношение ко всем военным конфликтам, эта страна выделяется всегда, собственно, приоритетом в своем направлении. Украина и Израиль, они ни в каких отношениях между собой не находятся, на мой взгляд, я извиняюсь, и, соответственно, Израиль перетащит на себя все. Весь наш мир спасет любой, поэтому политика это самое худшее сможет быть. Что бы вы сказали об этих ответах? Вот считаете ли вы, что они владеют ситуацией москвичей, которых мы встречаем в своих опросах на улице? Кстати, вот, честно говоря, приятно удивлен. Я думал, что характер ответов будет намного более жесткий по отношению к нашей стране, как минимум. Но я вам тут хочу сказать, я хочу прокомментировать следующим образом. Вот это постоянная парадигма, которую транслирует кремлевская пропаганда, касающаяся того факта, что конфликт на Ближнем Востоке раздувается Америкой. Это от первого до последнего звука ложь. И уж если кто и раздувал конфликт на Ближнем Востоке, так это как раз Советский Союз. И Россия, она же, когда и выгодно, она хочет быть правоприемником Советского Союза, когда невыгодно об этом забывает. Но я хочу просто напомнить, что в 56-м году Израиль примкнул к англо-франкской коалиции против Египта исключительно потому, что в 55-м году Советский Союз поставил Египту новые системы вооружения и танки, прежде всего. И война 67-го года и 73-го полностью проектировалась и спонсировалась Советским Союзом. Это две основные войны арабо-израильские после войны из-за независимости. Так что именно агрессивная политика Советского Союза являлась той причиной, почему здесь льется кровь так долго. Американцы же как раз наоборот. Они заставили по сути Израиль и Египет подписать мирный договор в 77-м году. Они были архитекторами провалившегося в политическом отношении, однако реальной попытки добиться мира между палестинцами и Израилем соглашение Осло. Клинтон спонсировал этот процесс политический. Так что американцы как раз хотели этот вопрос решить. Но что касается того, что именно из-за Америки сейчас идет война между Россией и Украиной, ну вы знаете, что достаточно было посмотреть раз в месяц 15 минут шоу Соловьева в течение 10 лет до этой войны, чтобы понять, кто действительно раздувал пожар войны и кто там на самом деле агрессор и империалист. Тут не надо так сказать далеко ходить. Ну и потом события 24 февраля они настолько очевидно демонстрируют, кто там действительно разжигал войну и кто агрессор, что я думаю, что даже всерьез на эту тему полемизировать смешно. Поэтому конфликты эти по своей сути между Украиной и Россией, между Израилем и арабами и там не всеми арабами, а теми арабами, которые проповедуют радикальный ислам на сегодняшний день. Конфликты эти по своей сути абсолютно разные, параллелей между ними не так уж много, за исключением одной, что в обоих случаях Россия прямо или косвенно являлась виновником того, что в итоге льется кровь. на сегодняшний день. спасибо большое за этот комментарий. И, уважаемые коллеги, хочу задать вам вопрос своим коллегам. Готов ли у нас сюжет про то, откуда растут ноги у этих фейков. Вот мне говорят, что еще немножечко осталось подождать этих самых ног, из которых выросли фейки. И, Михаил, вам тоже слово. Что вы скажете о настроениях на улице, в Москве, людей, как они оценивают отношения Израиля и Украины? Кажется ли вам, что это лучше, чем можно было ожидать? Ну, знаете, в любом случае это жертва российской пропаганды. То есть, во всем виновата Америка, во всем виноваты все кто угодно, но только не Кремль. Только не те, у кого наглая листья морда там сидит рядом с ними. Вот она не виновата. Так, все виноваты. Что можно еще сказать о москвичах? Ну, знаете, мы должны понимать, что люди не могут говорить то, что они думают. Это мы можем поругать даже своего президента, мы можем поругать в Григории вполне спокойно ругают Биби, и при этом ничего не происходит. А в России это невозможно. Они не могут выйти сказать, что они думают о своей власти. Вот просто не могут. Потому что они тут же окажутся в подвалах Лефортова и еще где-нибудь. Не очень приятно будет время прорубождения, поэтому я понимаю с одной стороны. Ну, и с другой стороны видно, что все-таки советская пропаганда дает себя знать по сей день. Потому что история, как бы Советский Союз был единственной страной в мире, в которой история непредсказуема. То есть прошлое непредсказуемо. То есть какая сегодня версия истории будет, они сами не знают. И какой ответ будет правильным, тоже они не знают. Поэтому говорят, как говорят телевизори. Я им чем-то сочувствую, москвичам, безусловно. Все-таки пропаганда очень дурно влияет на восприятие реальности. Ну, и с другой стороны, даже находясь как бы далеки от родных мест, скажем так, многие россияне, они продолжают смотреть российское телевидение и пытаться вот этой же пропагандой о том, что во всем виновата Америка, которая... Ой, Михаил, вы знаете, им уже даже не нужно смотреть. У них эти клише уже намертво. Они уже почище Скобеева вам все объяснят. Им нужно без телевизора они уже вам расскажут, кто виноват. Даже смотреть не нужно. Спасибо, уважаемые гости, за эти комментарии. Давайте посмотрим теперь наш сюжет, откуда вот это все вырастает, с каких начинается это нокаунтов, из каких телеграм-каналов. Про кремлевские ресурсы упорно продолжают распространять сообщения о том, что оружие и военная техника, которые Запад направляет в Украину, якобы перепродается боевикам Хамас и оказывается где угодно, только не в Украине. С некоторыми образцами дезинформации схема срабатывает. Их, к примеру, подхватывают ультраправые республиканцы в США, пытаясь уличить президента Джо Байдена в безответственной растрате бюджетных средств. Затем уже российские медиа ссылаются на них в своих материалах, как на независимых экспертов. Получается своего рода отмывание дезинформации. Вот, например, материал Russia Today на русском под заголовком «Появление оружия ВСУ» на Ближнем Востоке и в Африке стало пиар-катастрофой для Зеленского. Автор статьи ссылается на видео ультраправого американского канала Redacted, где вышло интервью с независимым журналистом в кавычках, а на самом деле пропутинским блогером из Санкт-Петербурга Майком Джонсом. Я считаю, что Россия должна забрать себе территорию Новороссии, что она должна дойти до Одессы, до Харькова, может быть дальше. Джонс подтвердил слова Путина, сказанные во время недавнего визита в Кыргызстан. Да, пожалуйста. Касаб Мухаммад, телеканал RT-Арабик, конгресс-вомен Марджури Натали Грин недавно, короче, заявила... Кто сказал? Конгресс-вомен. Конгресс-вомен. Кто? Конгресс-вомен. Да, это заявила по поводу поставок оружия, американское оружие с Украины палестинскому движению Хамаса для использования против Израиля, это возможно. Не знаю, что это женщина сказала, конгресс-вомен. Я не знаю, но я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины. Сомневаюсь. Но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. В качестве своего источника Майк Джонс приводит Василия Прозорова, внесенного в базу сайта Миротворец экс-сотрудника СБУ. Прозоров распространяет классические тезисы антиукраинской пропаганды о свастике на шлемах ВСУ, биолаборатории США и заявляет, что массовое убийство украинцев в Буче это постановка Запада. Теперь к такому набору добавились еще рассказы о том, что украинцы якобы вывозили американское оружие на баржах по зерновому коридору. Роберт Сторч, генеральный инспектор Министерства обороны США в феврале на слушаниях в Конгрессе заявил, что на основании 20 расследований и 5 докладов нет никаких свидетельств того, что поставленное Украине оружие оказывалось бы где-либо за пределами Украины и заверил депутатов и американское общество, что за поставками оружия в Украину ведется тщательный контроль. По аналогичной схеме отмывания дезинформации про кремлевские Ура.ру и военное дело.ком на прошлой неделе перепечатали материал алжирского издания Мена Дефенс о том, что вооруженные силы Израиля я цитирую нашли тайники Хамас с украинским оружием. Алжирский сайт в свою очередь приводит скриншот якобы статьи Вашингтон-Пост, а на самом деле сфабрикованного в фотошопе коллажа в графическом стиле Вашингтон-Пост. Заголовок этой фейковой статьи от 3 ноября гласит «Поставки в Хамас оружия из Украины за минувший месяц утроились». Под заголовком фотография. Поезд показал, что этот снимок для изготовления фейка был взят из видео британского таблоида «The Sun», опубликованного 13 июня 22 года. В архиве газеты Вашингтон-Пост такого материала вообще нет, а указанный автор в кавычках материала Крис Мольтисанти там не работает, ведь Крис Мольтисанти — это вымышленный персонаж из телесериала «The Sopranos» на HBO. Самый вирусный фейк о якобы украинском оружии у Хамас появился еще 7 октября. 12-секундное видео демонстрировало разложенное на полу оружие и боеприпасы. А мужской голос за кадром говорил на арабском языке с восточноевропейским акцентом. «Я благодарю украинские силы за то, что они продали нам это оружие, мы будем использовать его против вас, наших врагов, мы будем использовать его против Израиля». По данным сервиса TGStat, в первые сутки было опубликовано более 600 постов подобного содержания, которые посмотрели не менее 8 миллионов раз. Заметки о благодарности Хамас вышли на сайтах Правда.ру, и на СМИ, Спутник и других прокремлевских ресурсах. В качестве источника назывались ближневосточные телеграм-каналы, но ссылок не давалось. Факт-чекеры из Associated Press, Euronews, France24 и русскоязычного проверенного медиа опубликовали подробные разборы этого фейка. Оказалось, что самый ранний из найденных постов с этим видео появился не на Ближнем Востоке, а в телеграм-канале свежести 7 октября в 22 часа 44 минуты по московскому времени. Григорий, я даже, наверное, не прошу у вас уже комментариев по этому поводу. Мне кажется, что София Корниенко, наш корреспондент, все достаточно хорошо объяснила. Правда? Я с вашего позволения прокомментирую. Все-таки сложно работать рыцарем плаща и кинжала с лубянки. Очень тяжелые задачи ставятся кремлем перед ним. Понимаете? Ведь боевики Хамаса, они же мусульмане, они ни сало не едят, ни водку не пьют, алкоголь. А так, если бы иначе, то надо было бы там положить, что израильские войска обнаружили несколько ящиков водки хортица и несколько, значит, контейнеров с салом. Вот тогда было бы очевидно, что Украина осуществляет поставки Хамасу. Ну и несколько флагов украинских еще развешено. Вот тогда была бы картинка нагляднее. Понимаете? Ну, что вам сказать? Почерк кремлевских молодчиков, он не изменился за последние несколько, за последние, скажем так, 50 лет. С тех пор, как в подвалах Лубянки в 64-м году созрел проект создания Организации Освобождения Палестины. Вот, понимаете, уже КГБ нету, а проект до сих пор работает. Ладно, спасибо, Григорий. В общем, мы согласились, что не нужно обращать внимание на вот эту тему. И визит Зеленского скорее всего согласится, если этого захотят граждане обеих стран, они скорее всего захотят. У нас есть еще одна история, достаточно странная. Вы знаете такого прокремлевского политолога, любимого гостя нашего, довоенного нашего гостя нашего эфира, Сергея Маркова. По-моему, это единственный, кто не раздражал нашу аудиторию из вот этих прокремлевских, потому что он настолько нелепый и смешной, что люди даже и радовались, когда он приходил, потому что ну такой немножечко, был немножечко цирк всегда в присутствии Сергея Александровича в нашем эфире, но начиная с 24 февраля это уже стало совершенно невозможным, немыслимым. Но вот с ним случилась беда, на него, за его иронию, обиделась жительница Челябинской области. Сейчас полиция проверяет его на дискредитацию статью по дискредитации армии его высказывания. Жительница считает, что слишком иронично он высказывается о государстве Российской Федерации и армии, но сам он точно так же изумлен поведением прокремлевских каналов, которые позволили себе расследование в адрес дочери Дмитрия Пескова. Давайте посмотрим, как все это выглядит. Телеграм-канал Бриф опубликовал расследование касающееся бизнеса Лизы Песковой, дочери пресс-секретаря президента. Это же расследование перепостил к себе телеграм-канал Незыгарь. На это обратил внимание прокремлевский политолог Сергей Марков. Незыгарь и Бриф одни из самых влиятельных телеграм-каналов прямо сейчас опубликовали большое расследование бизнеса дочери Дмитрия Пескова, где главное получение якобы 50 миллионов рублей госгарантий от госструктур. Там много деталей, ссылок, документов. Такое ощущение, что не блогеры, а госструктуры делали это расследование. Телеграм-канал Незыгарь считается связан с администрацией президента России. У Кремля, конечно, много башен. Пескова найдется кому защитить. Наверное. Можно согласиться с Марковым. 50 миллионов рублей и правда центральная часть этого расследования. Гарантии выдала корпорация МСП. И эти гарантии действуют до осени 2025 года. Они выдаются для помощи в развитии малого и среднего бизнеса, которому не хватает собственного имущества для получения кредитов и инвестиций. Компания Центрум, которой владеет Лиза, запросила эти деньги для ребрендинга. Причем, как отмечает Бриф, обновление требует не одна, а сразу две компании, на которые поделили Центрум. Чистая прибыль компании Лизы за прошлый год составила почти 25 миллионов рублей. Правда, деньги эти Песковы делят с партнером Евгением Литвиновым. К своему бизнесу Пескова вернулась после вынужденного возвращения в Россию из-за санкций. И это уже вторая компания Лизы. Первая была открыта в 2017 году и помогала мэрии Москвы в продвижении бренда Visit Moscow. Но все равно осталась должна бюджету. В заключении своего расследования Бриф вспоминает цитату Дмитрия Пескова. Новые меры по поддержке малого и среднего бизнеса не станут большим грузом для бюджета. Как бы намекая, что 50 миллионов для Лизы не такие уж и большие деньги. С нами на связи журналист Илья Давлячин. Илья работает в таком телеграм-канале с прекрасным названием можем объяснить. Вот пусть Илья нам теперь все объяснит. Действительно, я вслед за Сергеем Марковым тоже удивлена. Чего бы это вот Бриф, который считается Громовский канал и давно считается и скорее всего он такой и есть. Не говоря о Низыгоре, который перепостил все это. Что это вдруг они решили подкоп устроить под дочь пресс-секретаря президента? Ну, куда это годится, Илья? Ой, Лен, вот знаете, вот у вас нет телеграм-канала, а если бы он был, то он бы мог назваться, например, Логика Елены Рыковцевой. Вот у Маркова канал называется Логика Маркова. И вообще-то Сергею нужно бы включить Нет, у меня был бы канал Женская логика Елены все-таки. Да, Женский взгляд с Еленой Рыковцевой. Да, что-то такое. Так вот, Маркову стоило бы включить логику и задать нормальный вопрос. Да, не почему вообще эти помойки, назовем их прямо, да, кремлевские помойки опубликовали это расследование, а почему вот эта корпорация бюджетная вообще выдала вот эти вот, ну, прямо назовем их, кредиты, потому что по сути это такие кредиты, которые получит компания Песковая от государства. И вообще Маркову стоит ну, повнимательнее присмотреться к этим каналам, как и Пескову, потому что действительно правильно вы сказали, что за этими каналами стоит Громов и Кириенко добавлю я. А значит, если они что-то написали, ну, понятно, что это не могло выйти без отмашки сверху. Да, конечно. Нет, он правильно, нет, подождите, он ставит вопрос правильно, потому что, вот вы говорите, пусть обратит внимание на кредиты. Конечно, благодаря тому, что они написали, все обратили внимание на кредиты. Ну, конечно, он задает как политолог вопрос, почему они это написали, чтобы мы все обратили внимание на эти кредиты. Так вот почему? Вот расскажите нам, почему? Потому что, видимо, Дмитрию Пескову нужно внимательнее присматриваться там к каким-то дверям, из которых уходит Громов и Кириенко. И почесать вот так вот в голове, а что же я сделал не так? Видимо, зреет какое-то недовольство, потому что действительно компании Песковой у Брифа и Незыгоря отсутствует еще кое-какая информация про эти компании и про саму Пескову, что показывает вот нашу с вами любимую тему. Врагам все, точнее, врагам закон, а своим все. Так вот, у Песковой в ферме была очень интересная история. В прошлом году ее разыскивали приставы. Разыскивали приставы из-за долга, ну, небольшого долга по штрафам от ГИБДД. В итоге это исполнительное производство приставы закрыли. По удивительной причине они не смогли найти должника. Но мы можем, наверное, помочь с вами приставам и сказать, что они могут заглянуть в дом на Мичуринском проспекте, 80 в Москве, и вот зуб даю, они там обязательно найдут Елизавету Дмитриевну Пескову. Так что, почему опубликовали? Видимо, видимо, ну, у меня нет прямых инсайдов из Кремля, но просто так эти помойки не публикуют подобные тексты. Значит, им дали отмашку. Там несколько лет назад, если помните, была история с постоянными перекупами. Там Низыгарь отходил от одной башни к другой, там Багиров занимался караульным, потом Потупчик начала вступать в эту схватку. В схватку, кстати, с Низыгарем и Брифом Кристина Потупчик, бывшая топ-чиновница, ну, прямо назовем топ-чиновница Кремля. Вот, и сейчас эта битва продолжается. Так что там какая-то, очевидно, грызня идет, не знаю, связана она с войной или там еще с чем-то, или там с договоренностями какими-то, потому что мы видим, что уже Патрушев внезапно вступает в эту схватку, публикует какие-то там откровения о том, что чуть ли Путин не умер, потому что он, да, в прошедшем времени о нем пишет и рассказывает, мол, ну, какие-то пасквили откровенные, которые вообще сложно представить в нормальном мире. Так что, ну, видимо, какая-то идет грызня. Просто так ничего не происходит. Ни Патрушев, ни Низыгарь, ни Бриф, они никогда бы не посмели, вот, знаете, как говорится, извините меня за слан, тварежку разинуть и вот написать или сказать все, что они говорят. Ну, то есть давайте все-таки отдадим должное Маркову. Он правильно ставит вопрос? Он вопрос-то он правильно ставит? Что, что это вдруг? Он вопрос ставит правильный, но вопрос не тот. И еще Марков бы должен спросить вообще эту корпорацию МСП, да, вот эта бюджетная корпорация, которая на самом деле счетная палата еще несколько лет назад признала неэффективной, потому что корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства выдавала какие-то странные займы. Куда-то там деньги девались, как обычно, утекали в непонятном направлении. Вот Сергею Маркову нужно немножечко вот туда вот пойти и там задать вопрос. То есть еще, вы предлагаете Маркову еще включиться в Мочилова-Пескова? Ну, Илья, ну да. Прям вот он побежал. Ну, нет, а кого мочить? Слушайте, просто действительно, ситуация с Песковым, она даже для меня из ряда вон выходящая, потому что, ну, попросить 50 миллионов для покрытия кредитов, это, извините, вообще наглость какая-то. Даже сын Сергея Чемезова себе это не позволяет. Хотя, ну, вы можете мне возразить, сказать, что да у Чемезова и так денег дофига, зачем ему еще там кредит? Много денег не бывает, как мы знаем. Станислав Чемезов, он же тоже обращался вот в эту корпорацию, но всего лишь за консультационными услугами, не за деньгами. А Пескова, при том, что ее компания прибыльна, действительно, у вас было правильно сказано, ее компания прибыльна, и прибыль ее возросла за прошлый год в разы. То есть, она была убыточной до этого, а теперь она прибыльна. И при этом Лиза еще и попросила перебить. Мы сейчас не выдвинем с вами версию, ну, во-первых, мы согласились с вами, что это не случайно, что эта борьба идет под коверное башен. Не кажется ли вам, что они просто ему сказали, да ты обнаглел, да ты что, уже совсем, что ли, охренел, вот эти вот его дружбаны Кириенко, там бывшие или не бывшие Громов, может, они действительно ему такой сигнальчик подали, что надо же вообще совесть иметь. Надо совесть иметь, действительно, потому что, ну, слушайте, действительно, как можно просить кредиты в прибыльную компанию. При том, что Лиза, она же занималась там бизнесом каким-то, да, там кафе, рестораны, что там с одеждой было связано. Все эти бизнесы были неудачными. Здесь, когда ее партнерами напрямую являются бюджетные, кстати, действительно, там ее партнерами являются бюджетные предприятия. И когда, ну, тоже Росруболовство или там Минсельхоз или Минпромторг нашего с вами любимого Дениса Мантурова. И при этом, будучи, когда у нее партнеры вот такие вот, она еще обращается с просьбой получить содействие в получении кредита. Ну, я думаю, что там посмотрели на это и сказали, что, ну, ребята, вы что-то совсем уже обордели. Давайте совесть иметь. — Спасибо, Илья. И, Михаил, я хотела бы тоже попросить ваш комментарий по этому поводу, потому что это вот, видите, вы-то знаете вот эту линию получше, которая связана с Патрушевым, наверное, потому что российские политологи прошлись по всем федеральным, ой, по федеральным, украинским каналам с концепцией, что Патрушев новый глава правителя России. Теперь мы вам подкидываем еще для анализа одну тему, как Кириенко и Игромов пытаются воспитать своего друга Пескова по части «не воруй, тебя посодят, и ты не воруй». Что вы скажете об этом? — Ну, во-первых, мы зацепили совершенно небольшую сумму денег, там каких-то 500 тысяч долларов, это вообще ни о чем для Бомонда, да. Но мы понимаем, что идут дележи гораздо больших сумм денег. То есть, например, вот та же самая спецоперация с распространением фейка о украинском оружии в Хамасах, она, безусловно, стоила там гигантских денег, то есть это даже не 8 миллионов долларов, которых там по доллару хотя бы на зрителя, а гораздо больше. — Да, там сколько было включено прессы, и лжепрессы, и имитационные прессы, там серьезные дела, да, это правда. — Там серьезные деньги были, гораздо больше денег. Поэтому вот по моему опыту, да, вот изучение таких структур, я могу сказать, что на самом деле там сумма гораздо где-то идет больше. Но в качестве аргумента для того, чтобы получить эту сумму или убить конкурента, убрать конкурента, вот, то используют вот такие вот моменты, там, 500 тысяч долларов, то есть это 50 миллионов рублей. Да, я правильно понимаю курсы, да, российских рублей? То есть вот в данном случае мы, скорее всего, видим верхушку айсберга. То есть там идет борьба за какие-то гораздо большие суммы, которые именно связаны с проведением каких-то глобальных спецопераций, и там идут какие-то большие финансовые вливания. Возможно, проведение там пропалестинских акций в Европе, то есть финансирование совсем другое. Вот, поставках вооружений, то есть возможно это какие-то пиар-компании, возможно это отмыв денег или ведение избирательной кампании Путина на выборах в марте месяце. То есть скорее всего, что это демаскирующий признак вот для таких вот вещей, для гораздо больших суд. Потому что там, ну, чморите Пескова за 500 тысяч, ну, никто не будет реально, потому что для этих ребят это не такие большие деньги. Нет денег, 500 тысяч долларов, да, чебуха какая. Спасибо, Михаил. Ну, вы очень интересно все объяснили, что да, вот такой вот кусочек из-под одеяла кончик высунулся. А что ж там вообще всего сколько под этим одеялом? Ну, мы будем, видимо, дальше узнавать вот благодаря таким сливам, связанным с борьбой кремлевских башен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова